Здравствуйте! Сегодня пойдет речь, как заготовить березовые веники для бани. Прежде всего мы едем в лес или пешком идем. Выбираем березу, которая растет в одиночестве на опушке леса. Эта береза более обогащенная зеленой массой и ветки на ней более устойчивые, упругие, можно так сказать. Нарезали. И вот я их привез домой. И теперь приступаю к обдирке нижних частей ненужных веток и листьев. В зависимости от размера веника для бани, каждый выбирает объем его, такой, который ему под силу будет с облегчением париться. В среднем на один веник у меня уходит более 20 веток. Это 20-25 березовых веток среднего размера. Маленькие ветки. Я стараюсь их не брать по наружности, но иногда могу и положить их вовнутрь. Двойные побеги веток. Рассоединяю их между собой, чтобы они лучше укладывались по окружности этого веника. Подготовил березовые ветки для веника и теперь буду собирать его. В среднем, как я ранее говорил, у меня уходит где-то до 25 штук на один веник. С чего начать сборку веника? Выбираем самые толстые ветки из березы и более такие упругие. И их начинаем основу. Это середка. Закладываем их в середину. Более зеленую сторону листьев ложим друг к другу. А потом по окружности набираем и другие ветки, которые будем формировать нам необходимый веник по размеру его. В среднем толщина веника у рукоятки должна быть 20-30 мм. Толще нежелательно, потому что плохо будет держать в руке и он будет сильно тяжелый. Так по окружности накладываем ветки, создавая хорошую форму его. Пустые места заполняем ветками и так он приобретает уже более нормальную форму. Вверх смотрим, чтобы был он более-менее ровный. Ветки все, которые выходят выше, стараемся их опустить ниже. Потом, чтобы не подрезать концы веток, потому что будет оголенная ветка. И она будет настигать по нашему телу. Вот в среднем я набрал вот такой веничок. Утлощение где-то около 25 мм у рукоятки. И теперь зажимаю его коленами и беру вискозный шпагат длиной где-то около 50 см. И буду вязать этот веник этим шпагатом на узел констриктора. Так он прочно будет держаться, не развяжется. И теперь немножко еще поправим ветки, между собой их вот так уплотняя. Затянули на узелок этот шпагат. Теперь давайте посмотрим, как выглядит этот узелок. Вот так он выглядит. Он теперь не развяжется, прочно здесь удерживается. Концы этого шпагата не обрезаем. Потом еще перед баней, когда веник этот подсохнет, мы еще раз вот так подтянем. Он будет тогда более плотнее. И сейчас буду концы отсекать секатором. Можно это проделать и топором, но я буду это делать с секатором. Все. Этот веник березовый готов для бани. Вот эти веники ни под какой пресс я не ложу. Просто их подвязываю под крышей. И так они будут вниз листвой опускаться. И будут создавать свою форму. И делать свою усушку. Тут еще можно сделать петельку, чтобы на крючок потом хорошо подвесить их под крышей. За эту петельку на крючок под крышей он будет так подвешен. И листва будут вниз опускаться. И этот веник будет приобретать хорошую ровную форму при усушке его. Все подобные веники у меня такие. Сколько необходимо мне их на осенний, зимний, весенний сезон, столько я и заготовил. Каждый готовит по своему употреблению в бани. Это я показал, как делать связку березовых веников шпагатом. Но еще есть более облегченный способ. Это связка березовых веников с силиконовым хомутом. Который берем длиной 30-35 см. И он хорошо затягивается, этот хомутик. Многие могут спросить, а когда лучше заготавливать веники для бани? На мой взгляд, это лучшая заготовка веников березовых для бани. Это с 1 по 20 июля. Я пробовал их готовить и сразу после троицы. Но листочки очень молодые и при запаривании они форму совсем изменяют. И получается, как бы липкий веник не такой хороший, как бы хотелось. Поэтому из практического опыта я всегда готовлю березовые веники с 1 по 20 июля. И стараюсь после дождя. Дождь прошел, пыль сбил. И можно на следующий день ехать сразу смело. Сделать нарезку березовых веток и приступать к заготовке веников для бани. Надеюсь, что это видео будет полезным для тех, кто желает заготовить веники для бани. И не знает, когда их готовить и как их готовить. Кто желает получать известие о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю легкого пара. Всего доброго. До свидания.